Здравствуйте! Сегодняшний выпуск нашего видеоблога я бы хотел посвятить закону про оружие. Очень многие мои знакомые спрашивают меня, почему, зачем я покупаю оружие, зачем я им владею, и вообще, как с этим оно должно стоять дела в стране. Ну, во-первых, будучи инструктором по Кравмагар, по рукопашному бою, я прекрасно понимаю, что голыми руками противодействовать человеку вооруженному крайне тяжело, иногда невозможно. Практически все наши студенты, чем дольше они занимаются, тем больше оружия у них появляется в арсенале. У нас в стране сложилась достаточно дикая ситуация, у нас нет закона про оружие, и сейчас, когда поднимается вопрос об этом законе, звучат странные формулировки. Про свободную продажу оружия, про легализацию оружия. Смотрите, вот я законопослушный гражданин, достигший совершеннолетия, не наркоман, не психопат, не судимый. Я абсолютно законно оформил себе охотничье ружье 12-го калибра, Мосберг 590. Я точно так же законно оформил разрешение на охотничий карабин Зброяр Z15, целиком сделанный в Украине, калибра 5,56. Точно так же законно я оформил разрешение на этот забавный пистолет, который у нас не считается оружием, а считается он устройством для отстрела резиновых шариков. Почему-то наше государство считает, что если преступник будет стрелять в меня пулями, я должен стрелять в него маленькими резиновыми шариками, каждый из которых весит меньше 1 грамма. То есть проблемы купить оружие у нас в стране в принципе нет. У нас есть проблема в том, чтобы применить это оружие для самообороны. Да, есть статья Уголовного кодекса про необходимую оборону. Да, каждый гражданин Украины имеет право защищать свою жизнь, жизнь и здоровье своих близких, свое имущество, свое честь и достоинство всеми доступными средствами. Но вот это и вот это считается охотничьим оружием. Странно, правда? Я с трудом себе представляю человека, который будет охотиться с клоном R-15. Соответственно, если кто-то ломится ко мне домой с нехорошими намерениями, я применю охотничий карабин Z-15 для самообороны, не будучи охотником, не имея отстрелочного талона, охотничьего билета и прочих документов. Это будет как минимум расстояние как браконьерство. Если серьезно, то вот этот дурацкий юридический казус, когда оружие есть, оружие продается, оружие можно владеть, но закона про оружие нет, он стоил свободы и будет стоить свободы очень многим гражданам Украины. Закон про оружие нам нужен не для того, чтобы вместо пистолетов, устройств для отстрела резиновых шариков, мы могли приобретать нормальное краткоствольное оружие, которого сейчас в стране, к сожалению, очень много на руках. Закон нужен для того, чтобы мы могли защищать себя, не боясь потом угодить в тюрьму, чтобы оружие было оружием, а не охотничьим. Я вот не охотник, я не убиваю зверушек. Я приобретаю оружие исключительно для защиты дома, для защиты себя. Я хочу делать это на правовых основаниях. Вот в принципе и все, что я хотел сказать про закон об оружии.